итак дорогие дамы и господа переходим в более глубокой работе к локтевой техники соответственно как я говорил да мы начинаем с поверхностных слоев потихонечку растираем разминаем и дальше все глубже и глубже входим в ткани тела человека начинаем с большого пальца вдоль позвоночника пара вертибральных мышц прощупываем протестировали его нашли какие проблемки например есть так и все наши движения идут снизу вверх еще раз повторяюсь да то есть сегментарно мы тело делим от сердца к периферии а движение делаем все равно снизу вверх такая вот очередность и вот у нас рука закончила здесь да все начинается локтевая техника вторая рука у нас пошла вот так вот полностью идем от острия пальцев дошли решили рука до локтя доходим и на все упивались прямо вот тут разделяя межреберное расстояние и подвздошную кость вот получается не совсем перед мастикулярно а чуть-чуть под углом вот так вдоль роста подвздошной кости то есть она сюда ниже начинается сюда к верху и выше да мы впиваемся прием называется нож входит в масло достаточно быстро раз и вошел разделяю то есть я таз таким образом двигает от основного позвоночника то есть постоянно мы делаем процесс декомпрессии далее локоть захватываю всю ягодицу разминая ее концентрическими кругами раз два три четыре и останавливаемся вот на вот этой косточке подвздошной кости она немножко выпирает ее можно нащупать выделяется до возле находится ямка практически вот на этой ямке вот женщина особенно хорошо видно заметно это ямка возле нее у нас останавливается локоть вторая рука в этот момент тоже не дремлет она продолжает вот эти вибрационные наши техники чем собственно говоря отличается татарский массаж олега аллафа гудина тем что мы постоянно делаем декомпрессию мы постоянно делаем вибрации мы постоянно разными способами самыми разными воздействуем на костно-связочный аппарат расшатываю его да то есть вот еще раз смотрите это рука продолжаем туда захватывают трапецию пока это обходит большую кубку ягодицы мы захватываем трапецию эта рука продолжает вращать на движение а эта рука вибрирует вдоль позвоночника и доходим до нашего локтя снимаем лимфу опять сливаем его туда паховую зону а это рука становится как раз вот на эту косточку и теперь вдоль подвздошной кости вот так мы простукиваем то есть у нас получается одна рука инструментом молоточек до янки и долотовый отбиваем таз стараясь тем самым больше и больше отодвинуть от крепко сцепленных самые крепкие позвонки у нас какие это поясничные самые толстые самые мощные потому что не носят все весь вес наш организм и тем более если человек у нас большой позвонки у них на заплате набирают массу но при этом межпозвоночные диски они страдают больше всего то есть они компрессионно сжимаются и поэтому чаще всего грыжа была здесь за одно таким простукиванием ну тебе не будет вот мы можем проверить куда дает боль она может давать в ногу значит защищенную скорейшийся дальше нерв либо грушевидная мышца либо дать в поясницу до соответственно здесь есть подозрение на грыжу ну скорее протрузия грижа это не так часто встречаются так скажем или бывает некоторый обман такой на самом деле воспаленные мышцы и они прежде всего сжимают так что грыжа начинает вылазить но не сама грыжа является причиной этих болей грыжа уже в данном случае следствие да то есть ну либо у человека уже диагноз грыжи да то есть там видно конкретное количество миллиметров там 78 но если больше 8 10 миллиметров то обычно пациент про это знает в этом случае стучать нельзя нельзя давить на позвоночник можно так же протестировать если грыжа или нет вот ну смотрите заканчивается крестец и вот пять позвонков пояснических где-то заканчивается вот здесь соответственно между ними 5 промежутков 5 промежуток это l5 s1 где соединяется поясница с крестцом пояснический позвонок с крестцом да вот сюда немножко надавливаем и спрашиваем чувствуется боль внутри внутри позвоночник 1 2 не чувствуется 3 вот как вы проверили это грыжа бывает только выкинуть не не только просто ну так скажем 80 процентов случаев где больше всего вылазит грыжа чаще чаще всего не будут пальцем можно продавить и понять ну в данном случае видно что у человека здоровый позвоночник и в принципе прямой методы диагностики мы еще отдельно потом поговорим да вот но сейчас мы просто наш урок про всего технику вот мы закончили здесь простучали стучать может не только кулаком можно помягче так например да или провибрировали вот так провибрировали назад ведь это серию свой вот такой зибзаг продолжает отодвигать тазовые кости ниже до устанавливаю локоть на этой косточке теперь пары метребральной мышцы достаточно сильно стараясь отодвинулась от позвоночника видите от него вверх идут снизу вверх то есть я рисую спираль но она смотреть как закручена она не будет в эту сторону закручена да то есть в том месте где вращение идет вдоль позвоночника уже близко она должна идти не вниз вверх то есть вот такие у нас спирали направлен туда потому что это мы продолжаем делать что нашу пресловутую декомпрессию снизу вверх здесь вы можете подобрать усилия своим локсом ну во первых слабенько сиделось то вот так вы видите хотите посильнее вот второй рукой делаем упор и прямо вот со всей силы видите двойной удар упираемся в острие нашего локтя вот самая острая самая болезнь естественно ну для крепких там мышц это позволительно да кто-то у нас послабее люди есть или там более нежная до консистенция тогда мы можем использовать весь локоть вот и он будет треугольник тогда мы ведем вот так вот либо вот этими двумя косточками то есть немножко разворачиваем вот так вот это другая мышцы позвоночника назад возвращаемся к ларуной вибрацией и следующий прием это рубанок называется у нас рука превращается в рубанок похоже если кто знает мы сразу же настираем большие площади человека и надеюсь ягодицы видите продолжают тягивать дальше назад растерли продольно получилось да теперь круговыми движениями вот большую ягодичную мышцы широчайшие мышцы спины на пиццевидные мышцы вот так вот ведь всем корпусом ведь у меня весь корпус работает вот и продвигают продолжаю такими большими широкими мазками художника вот так вот все это разминать и как правило чаще всего вот эти среди мышцы выпуска лопатки она больше всего зажата у 90 процентов людей это бывает поэтому здесь мы но держаться можно как угодно можно за палец да можно так держать здесь мы достаточно сильно энергично всем телом видите лопатку как бы забегают больше больше дальше от позвоночника заканчиваю сверху на шее почему я говорю что шею надо было поворачивать именно в мою сторону потому что наши массажа вот мы от шеи работаем до лягодиц здесь мы внедряюсь раздвигаю как вы видите еще больше позвоночник продолжаю декомпрессировать вытягиваю шейные мышцы тут же у меня рука переходит в прямую руку и мы практически возвращаемся взглянуем всю спину и ногицу поперечно теперь но тут используется техника так называемого ролик ролик когда рука идет вверх желательно чтобы на параллельных следов она еще и подкручивается то есть вот такие получается спирилевидные движения руки только вдоль человека на шее достаточно приятно вот видите мы трапециевидное мышцы дополнительно захватываем большим пальцем убор вот растерли и тут же у нас руки встают опять же на место сочленения 5 с 1 как можно ближе да вот это косточки выпирающий мы стараемся раздвинуть теперь межпозвонковые сочленения и реберно-позвоночные сочленения тоже вот так как бы раздвигают а это коротенькое движение вот такой вот на вот эти короткие мышцы они там на самом деле вокруг каждого каждого сегмента позвоночника сегмента что такое этого два позвонка между ними диск следующий сегмент опять два позвонка между ними есть такие коротенькие мышцы они по два три сантиметра такие примерно которые всю эту систему нашу держит плюс плюс мышцы сдерживающие ребра вот тут если мы чуть-чуть отодвинем вот у нас видна реберная дуга но подарить подмочу быть она примерно вот получается где-то центра сантиметров 7 вот она вот так идет сейчас мы будем еще и на нее воздействует тоже реберно-позвоночные сочленения вот здесь вот и внедряясь мы как бы лодочки такие рисуем раз раз такие короткие движения и в конце да вот всем телом сверху надавил вот так вот чтобы легче был запомнить представьте визуально что это вот у вас такой причем и вдоль его ставится яхты на такие яхты поставили и дальше началась я регата на яхтах то есть мы их запускаем первая яхта пошла за ней волна большая раздвигающая видите мышцы по сути декомпрессируем мы продолжаем дальше вторая яхта пошла третья яхта пошла выдохнуть это дело 4 раздвигаем то есть условно делим тело человека на 4 сегмента 1 2 3 4 потом 3 сегмента 1 2 3 потом на 2 сегмента 1 2 потом 1 сегмент раз еще раз вот уже делим на три раз все всем организмом и все его тело сразу как тесто месяц раз два сделал до теперь 1 растянул теперь опять внедряюсь ведь все тело работать внедряю сюда раздвигая его локти как можно ближе ближе потому что дальше мы будем их раздвигать но раздвигать опять с вибрацией то есть противофазе наши локти будут вот так вот двигаться но по сути тот локоть который ближе к крестцу вот он будет только раскачивать поясницу нам ягодицы тут разминать в данном случае не нужен потому что мы растягиваем декомпрессию делаем для позвоночника вот смотрите делился пошли раскачиваться вот здесь только поясница качается и еще раз теперь внедряемся все это делаем на выдохе что ну по сути 1 тянет вперед и вес тела вы на нее переносите потихонечку переносите а это отжимает назад закрепила таз обратно стужим и теперь то же самое только мощнее и сильнее если вы заметили я при этом все время дышу и говорю предупреждайте своего подопечного чтобы он тоже дышал вместе с вами когда слышишь что я выдыхаю это тоже сигнал для себя чтобы тоже будет разделал да и но те кто знают они уже на автомате это все делают то есть это работа обоюдная и массируемого и массажиста до ждать что сейчас я пройдусь посильнее выдохнули глубоко расслабляем руки идем вперед вы только на месте митя 2 давит всем весом своим если человек массивный и вам кажется что не хватает вашего веса да вы можете приподняться на носочках мышцы вернулись назад вот этот сет мы на этом закончим дальше будет еще много интересных приемов ноу-хау так скажем оставим секреты для тех у нас смотрят они приходят на тренинги вы многое пропускаете я вам скажу лучше приходите и отрабатывайте здесь на практике сразу на людях сразу знания внедренные в жизнь так что не только подписывайтесь подписывайтесь на наш канал да не только ставьте лайки и комментарии а еще и приходить на тренинги там внизу если координаты и телефоны но в общем найдете меня зовут олега лавудрин всем выключать выключить